Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой снуд. Мягкий, пышненький, лёгенький. Он выглядит очень аккуратно, то есть перевёртышей вот этих вот объёмных нету. Он выглядит как сложенный шарфик, очень элегантно. Так вот, чтобы сделать его именно вот таким, есть маленький нюансик. Я вам сейчас всё это расскажу, и мы с вами всё это вместе аккуратненько и очень быстро и просто свяжем. Итак, друзья, чтобы у нас получился такой снуд, я набирала всего 25 петель, вязала его английской резинкой, или патентная резинка, или пышная резинка. Я уже делала по этой резинке обзор, поэтому останавливаться отдельно на этом не стала. 25 петель, и длина у меня метр двадцать. Когда мы ложим вот так ровно, напополам наш снуд, нам его нужно вывернуть. То есть мы его поворачиваем один раз и поворачиваем второй раз. Здесь у нас получаются, естественно, загибы. И вот эту сторону буду сшивать иголочкой, этой же ниточкой. Как сшивать? Попробую вам сейчас всё рассказать. Я пересняла на более удобную спицу петли. Снова показываю, значит, раз перевернули, два перевернули. Вот, пожалуйста, край. Можно его закрепить, скажем, там, булавкой. Ну, собственно. Давайте закрепим его. Просто так закрепить, чтобы оно никуда у нас не девалось и мы не думали, что делать. Так вот, смотрите. У нас идут вот такие вот петли, да, при наборе. Вот. Я думаю, видно. Мы сейчас соединимся вот здесь эту петлю с ними, не с ними, а то есть вот эту вот ниточку в петелечку мы провяжем, да, то есть вот так протянем, чтобы у нас получился узелочек. Вот сюда, видите, где у нас начинался наш снуд, вот сюда, в самый уголок, можем эту ниточку продеть. И вот смотрите, где у нас ниточка, да, и вот этот вот переходик. То есть наша ниточка должна сюда же и лечь, чтобы ее не было заметно. То есть мы иголку продеваем вот сюда. Продели. И ее здесь уже не видно. Здесь первую нашу петельку и вторую, то есть ниточку мы опять же продеваем через вот эту петлю и через вот эту петлю. Вот, видно, да, и та петля, и эта петля. Мы ниточку продеваем аккуратненько, подтягиваем. и теперь опять же нам нужно в эту попасть вот с этой стороны, чтобы уже вот здесь, перейдя, у нас получится опять ниточку нашу не будет видно. Вот таким образом. Естественно, мы сразу же зацепляем вот эту петлю, которая у нас уже соединена, и следующую петлю. Мы их сразу провязываем. Можно и снять их со спицы, но я вам показываю, чтобы вам было понятно, какие мы берем петли. Дальше мы также продеваем уже следующую. Здесь мы продели. Сюда же, вот сюда, воткнули, и ниточку не видно. и так же снимаем следующие петельки, прошиваем, то есть эту, которую мы уже прошили, и следующую. Также их продеваем ниточку через них. И так постепенно у нас получится вот такой шовчик. С этой стороны его совершенно не будет видно. Сшиваем дальше до конца. Итак, доделали до конца, все хвостики спрятали. Вот наш шовчик выглядит вот таким образом, можно назвать это изнаночной стороной. И лицевая вот такая, она гораздо аккуратнее получается шовчик. В принципе, наш снуд готов. Есть еще такая вещь. Вы можете сшить, если каждый раз его одевать, закручивать не хочется, или там путаетесь, или еще как-то. Вот смотрите, вот эту изнаночную сторону, то есть лицевую, мы ложим к шейке, а изнаночная будет у нас закрыта другим слоем. Вот оденем наш снуд. Вот. Здесь мы с вами ложим вот так складываем и у нас здесь не получается никаких перевертышей. То есть мы аккуратно эту петлю накидываем на ту. Все поправляем. То есть здесь у нас изнаночная сторона закроется этим слоем и ничего не будет видно. А здесь нам остается только все красиво поправить таким образом и будет очень элегантно выглядеть. Можно просто сшить вот это вот место, чтобы можно было просто взял и одел такой вот шарфик. Главное не переходить вот эти полосы, чтобы не было видно ваших соединений. Если хотите, можете соединить. И вот наш снуд готов. Друзья, к нашему снуду я связала шапочку. Очень простую шапочку. И вам хочу рассказать, как ее вязала. Очень простая резинка. 120 у меня петель набрано. Резинка 2х2, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные. Очень просто. Вязала туда и обратно. Шапочку заканчивала как и беленькую. То есть вот таким вот кружочком она у нас заканчивается на макушечке. Вот такая очень простенькая шапочка с таким вот снудом. Как дополнение. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями в соцсетях. Присоединяйтесь и будем вязать вместе. Всего доброго! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok